Год назад родилось волонтерское объединение «Спортивная молодежь Вуктыла». Добровольцы стали сами придумывать и проводить спортивные состязания. В нашей студии побывали активисты этого объединения Григорий Лукьянченко, директор Центра спортивных мероприятий, и Данил Гайдашев, волонтер. Григорий, «Спортивная молодежь Вуктыла» – организация относительно новая. Расскажите нам об истории создания. Почему появилась необходимость такое объединение создать вообще? Да, вы правы, нам всего лишь год уже скоро будет, в феврале месяце, в конце. Изначально, в принципе, на Уктыле у нас всегда активная молодежь, у нас очень много детей, они занимаются все по кружкам, художественная школа, музыкальная, спорт. То есть каждый ребенок он в пределе. Но нет какой-то такой общей ячейки, которая могла бы объединить всех этих детей и направить их, ну, не знаю, на их саморазвитие. Потому что им еще интересны некоторые моменты, которых нет у нас в городе, и как потом уже мы выявили, что это, оказывается, видеосъемка, ведение репортажей, в принципе, журналистика. Вот. Ну, изначально мы бы об этом, конечно, не думали. И вот в феврале месяце я собрал молодежь, приглашал детей для того, чтобы помогать в организации мероприятий спортивных. Вот. Мы потихонечку стали с ними организовывать мероприятия. Затем они настолько этим всем прониклись, что они стали уже как и соорганизаторами. То есть они придумывали мероприятия, они их разрабатывали, доводили уже до финального, так скажем, этапа и реализовывали. То есть это тот самый случай, когда у руля стоит не взрослая, а именно активная молодежь. Ну, я бы тут поспорил, конечно. Ага, ну ладно, мы еще к этому моменту вернемся. Тут как раз с нами в студии еще и представитель этой активной молодежи в Уктыло. Данил, как давно вы попали, так скажем, в это движение? Конкретно я. Конкретно вы. Мое движение началось, моя карьера волонтера, скажем так, началась 1 июня 2019 года. Я даже помню свое первое собрание. Это было собрание, посвященное серии мероприятий на начало июня. Это было 31 мая. Я помню, что было очень волнительно, потому что много незнакомых лиц, и как-то было некомфортно. Но со временем мы все с волонтерами очень сдружились. И сейчас у нас коллектив, у нас семья. Да, сколько у вас человек в семье? 9 человек. Ага, и все активные, и у всех глаза горят. Да, мы все горим тем, чем мы занимаемся, и нам это очень нравится. Но это, кстати, самое главное. Вот вы сказали то, что, оказывается, спортивная молодежь в Уктыло не только спортивная молодежь. Они еще и увлеклись журналистикой. Да. Помимо журналистики, я на самом деле не удивлюсь, если вы скажете, что вы еще рисуете, лепите из глины, не знаю, занимаетесь кололазанием. Ну да, вы, как всегда, угадали. Да, у нас дети, они талантливые, у нас ходят и в художественную школу, не занимаются и лепкой, и рисуют. Вот, некоторые дети у нас умеют играть на гитаре, кто-то поет. Допустим, мы сейчас на 9 мая будем организовать свою инсталляцию на площади, на городской. У нас будет такой уголок, привал солдата. То есть у нас будут дети, которые будут играть на баяне, на гитаре, девочки будут петь частушки. И в это же время мы будем проводить спортивные состязания, те, которые проводились во время Великой Отечественной войны среди солдат. То есть у нас все будут одеты, соответственно, в эту же форму. То есть, ну вот, придумаю так. То есть мы уже спорт чуть-чуть начинаем обогащать другими красками. Вот. Но не забываем, конечно, и о спортивных достижениях. Я сам лично занимаюсь с детьми. Они, некоторые не занимались спортом, сейчас они занимаются. Мы участвуем в наших районных соревнованиях, особенно это в силовых. То есть мы выставляемся на легкоатлетические эстафеты своей команды. То есть, ну, дети, помимо того, что они дарят людям этот спорт, это добро, они еще в том числе и сами в этом участвуются, участвуют и проявляются как спортсмены. И в том числе завоюют медали. Знаете, бывает такое, когда название говорит само за себя. Вот. Очевидно, это совершенно не тот случай. Данил, вот вы будете участвовать в инсталляции к 9 мая? Да, конечно, я буду. И это большой опыт. Это большой опыт. Это очень интересно. Вообще, как это все будет происходить? И, конечно, я с удовольствием приму в этом участие. А какое мероприятие было первым, которое вы организовывали? Это были «Зимние забавы». Мы организовали мероприятие, провели вот такие только виды эстафеты, квесты. На площади, на городской, она у нас очень большая, там были у нас снежные горки. И мы приглашали предприятия, учреждения, то есть команды сборной, и проводили для них эти мероприятия. Вот там молодежь как раз себя и проявила. У них сразу было видно, что эти дети хотят чего-то большего. То есть их просто так позвать, ну, ребят, помогите, принесите и вынесите. Нет, это не те люди. Это люди, которые реально хотят работать, они хотят из себя сделать великих людей. И мы к этому и стремимся, поэтому приходится выкладываться полностью, отдавать весь свой опыт, наработанный годами, чему-то их учить, готовить даже к будущей жизни. Потому что у нас, как правило, дети до 11 класса и уезжают, потому что нет наукты или учебных заведений. У нас в прошлом году три человека выпустились, в этом году два человека будут выпускаться, поэтому... Отпускайте свободное плавание уже подготовленным для взрослой жизни. Ну что же, какой, кстати, возрастной ценз? Дети у нас, как правило, ну, на данный момент от 13 до 17, вот выпускники наши в том году вышли, то есть были 18-летние. Но наши двери открыты для всех. То есть бывает такое, что к нам присоединяются дети. Вот Данил уже правильно сказал, да, у нас актив 9-10 человек, но у нас есть дети, которые к нам приходят, ну, временно приходят на какие-то акции. Вот им интересно, допустим, то или иное мероприятие. Мы с удовольствием к себе приглашаем. К нам бывает даже приходили дети из детского сада, которые, ну, там, родители знакомы. Вот мы хотим, чтобы наш ребенок поучаствовал в мероприятии. Пожалуйста. То есть мы всегда готовы. Здорово. Данила, вот вы приехали со своей командой к нам в столицу республики. Что уже успели посмотреть? На что вы планируете еще поглядеть? Сегодня мы посетили как раз-таки телеканал «Юрган». Нам провели очень интересную экскурсию. Мы узнали много всего нового как раз-таки о съемке, о том, как ведутся репортажи и программы. И, знаете, мы загорелись этим. Мы снимаем видео различные, поздравления. И мы загорелись еще больше. У нас выросло желание снимать что-то, переходить на более профессиональный уровень, так скажем. Это даже лестит на самом деле, когда такое говорят после посещения нашего телеканала. В планах что будет посмотреть? Также сегодня мы после «Юргана» поедем в Государственный совет, потом в Кванториум. И также у нас еще будут спортивные локации. Это скалодром, бассейн. В общем, у нас очень интересная программа. Знаете, мне даже бы сейчас захотелось просто с вами встать и все эти культурные места с вами вместе посетить. Я думаю, что те, кто о вас в Уктыле еще не слышал, обязательно захотят присоединиться. Как это можно сделать? Куда прийти? Все очень легко и просто. У нас есть свои соцсети. Это Инстаграм, ВК, куда можно спокойно написать, обратиться к нам, которого я веду, в принципе. И можно прийти к нам в Центр спортмероприятий, в клубно-спортивный комплекс, у которого двери всегда открыты для молодежи. У нас, пожалуйста, есть и культурные, и спортивные секции, могут дети записаться. Но если именно к нам, то да, прийти туда, найти меня, пообщаемся. И необязательно для ребенка делать то, что делают все. Мы для каждого находим свою какую-то линию. У нас родители, многие переживали за то, что детям нужно готовиться к экзаменам, поэтому не хватит времени. Но мы нашли выход, мы привлекаем детей только туда, куда они хотят, туда, куда им нужно для того, чтобы как-то реализоваться. Поэтому мы не обязываем сидеть с утра до начата. Ну что ж, спасибо вам большое за такую информативную беседу. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое.